Право, право, право! Фига, фига! Что надо этого? Все, все, все! Каждый день здесь тоже была весельная. Сейчас вот так. Это все вот реальные фанаты футбола. Это Камчатка. И я иду на местный футбол. Едем на футбол в город Елизово. Это рядом с Петропавловском, Камчатским. Александр угостил мороженым. Сейчас все турниры 11 на 11 проходят по катам. Сейчас проедем через поле 20-го километра. Я покажу, где раньше играли. Настоящее поле. Благополучно уже все. Получается, в Петропавловске сейчас нет места, где играть? 11 на 11 нет. Есть только мини-футбольные площадки. В каждом почти районе города сделано искусственное поле постеленное. На хоккейных коробках. И в центре города, на мехзаводе. Район, так называемый, мехзавода. Там площадка 8 на 8 играют на Елизово. Ну и все, больше как бы футбола здесь как такового нет. Большого не существует уже очень давно. То есть большой можно играть только в Елизово? Да, верно. У нас есть Краевая Федерация Футбола. Камчатская Краевая Общественная Организация Федерации Футбола. Это, грубо говоря, главный футбольный орган у нас здесь, на Камчатке. И есть городская федерация футбола. Ну это так. Если просто ее назвать. Вообще она называется Петропавловск-Камчатка. Городская общественная федерация футбола. И мы проводили чемпионат города. Ну так как, грубо говоря, мало людей нам помогало в этом. Штат у нас волонтерский. Мы просто не успевали и работать, и проводить турниры здесь. У нас город такой крайний. Либо рыбаки, либо те, кто служит. Так скажем, начальство способствует тому, чтобы люди выезжали и играли за родной край. Поселок Нагорный, в Елизово были поля. То есть команда из заводов. У нас очень много рыбаков заводов. Приезжали и играли. То есть здесь поле минимальных размеров. Ну, минимально доступное для проведения соревнований. Краевого, по-моему, регионального даже уровня. Вот они трибуны были. Ну еще два года назад здесь играли. Траву косили. В чем бросили? В чем бросили? Тут что-то стало с тем, кто заведовал. То ли его попросили уволиться, то ли что. Ну, короче. Нету человека, нету хозяина, который будет за этим смотреть. Да. Угу. Если хозяина нет, соответственно, все приходит потихоньку в негодность. То есть мы тут договаривались с, получается, вот с жителями. Тут розетки нету. Мы проводили здесь колонки, музыку и все. Угу. То есть тоже проводили турнир, по-моему, в четыре дня. Каждый день здесь тоже было весело. Ну, а сейчас вот так. А профессиональный футбол здесь был только когда играл в «Вулкан»? Да. Профессиональный футбол. Нет. Потом еще была команда «Камчатка», но это вот сейчас с Сергеем Коваленко будете общаться. Он вам расскажет, потому что он играл в этой команде мастеров. Они, по-моему, точно не буду вам, не помню, брать не буду вам. То ли высшая лига, то ли первая лига мини-футбола России, они ездили у них. Они были вроде как даже на контрактах, там на зарплату платили. Ну, когда был спонсор. Ага. Сейчас нет. Сейчас у нас только любительский у нас. В крае ни одной, ни одной нету профессиональной команды ни в одном виде спорта. Только вот лыжники, интернолыжники, пловцы. Вот они профессионалы. То есть у них какие-то, например, на Олимпиады ездят, параллельпийцы у нас там выступают. А в командных видах спорта у нас все это делают. Раньше в Петропавловске-Камчатском была футбольная команда, а теперь совсем собачья жизнь. Та команда из Петропавловска-Камчатского называлась Вулкан и тренировал ее небезызвестный Арсен Найденов. Автор знаменитой фразы, ставшей анекдотом о том, что судья сломал нам игру пятый и седьмой пенальти, были назначены несправедливо. Все, кто здесь сейчас играет, это по сути реальные фанаты футбола, те, кто по-настоящему футбол любят. Потому что, да, как правильно говоришь, все остальные там кто-то на даче, кто-то в походах, кто-то на Вулкане еще на лыжах катается, кто-то, я не знаю, на озерах. Ну, на озерах сейчас погода не очень позволяет, но так, если еще было бы солнце, то все, конечно, за городом, все на природе проводят время. А здесь вот именно кто собирается, это все, кто предан футболу, кто-то променял досуг какой-то другой на вот именно пенальти на мячу. Ну, либо совмещают. С утра куда-то съездил, приехал в футбол, поиграл, поехал дальше опять на шашлыки там или еще куда-то. Так, по сути, это вот единственная площадка для игры в футбол в формате 11 на 11. Хорошо, что в прошлом году ее открыли. А до этого ты где играли 11 на 11? Не играли, не было вообще, да, несколько лет не было. Как у нас на КП в Петропавловске, ну, в районе КП, снесли стадион. Спартак, да? Да, Спартак. И все, не стало больше большого футбола. Здесь у нас команда Бордо называется. В чем Бордо? Меня пригласили, я не знаю, у меня просто как бы, у меня большая семья, у меня три дочки маленьких, у меня, в принципе, есть чем заниматься. Поэтому все, что здесь на Камчатке можно было выиграть, я уже здесь повыигрывал, поэтому я уже не за спортивными результатами гонюсь, а просто поддержать свою физическую форму, получить какой-то моральный отдых, разгрузку. Лучший Андрей! А какой Андрей лучший? Это Андрюха меняется. Защитник. Эй! 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 Сереж, далеко не выходи. А с 16 года я перестал уже серьезно заниматься вопросами городской Петропавловской нашей Федерации футбола. С 13 по 16 мы вели активную деятельность. Очень много соревнований, мероприятий проявились с приставкой впервые на Камчатке. В принципе, там на сайте у нас видно, на YouTube-канале «Футбол Камчатки» это все есть. И статьи мы писали, освещали все эти события. То есть впервые мы в пляжной заиграли, впервые мы начали проводить соревнования в матчах с участием в группе поддержек, то есть танцы, там конкурсы для зрителей, начали привлекать зрителей на трибуны. Впервые полетели на Кубок России по пляжам и на футболу. В общем, много чего впервые. Но поскольку такое отношение государственных органов власти в сфере развития спорта, оно нас в корне не устраивало. Я предложил городским властям собраться, все это дело обсудить, вообще пересмотреть в корне взаимоотношения между отделами спорта городской администрации и общественными организациями по видам спорта. Ну, никто не прислушался. То есть пока там все существует и существовало на уровне таком, на бумаге все в общем. Можно сказать, что сейчас футбол в заднице на Камчатке? Да, да, безусловно. Безусловно. И вот, допустим, ну мы традиционно пока что еще в мини-футболе мы считаемся достаточно сильны на Дальнем Востоке. Любительский футбол существовал здесь всегда. Давно и как бы на любительском уровне, я вот начал мысль, не закончил. До сих пор вот ребята весной летали, нет, не весной, осенью прошлую ездили они на Дальний Восток, стали вторые. Но опять же за счет багажа, который был именно в середине, в конце 2000-х годов. То есть вот эти вот ребята, которым сейчас уже по 33-37 лет, они до сих пор, ну там несколько человек уже не усилились с молодыми, но костяк команды до сих пор это еще те, с которыми еще мне удалось поиграть. Это город Елизово в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского. Именно здесь проходят матчи чемпионата Камчатского края по футболу. Всего в них принимают участие 5 команд. 5 команд на весь Камчатский край. И это еще неплохо, потому что до недавнего времени в большой футбол здесь вообще не играли, потому что не было полноразмерного поля. Молодые идут играть? Мало. Ну почему? В принципе, ситуация стала лучше в плане детям есть где играть. И во дворах появились площадки, и возле школ появились площадки. То есть, если у кого-то есть желание, то играть есть где. Ага. Вопрос в другом. Нету почему-то, вот мы играем с взрослыми, вы много здесь видите, чтобы детей пришли и смотрели с вами. Я вот помню, когда я был молодой, играли там старшие команды. Мы всегда приходили, смотрели, чему-то учились, перенимали опыт. Сейчас никто не ходит. Ну, наверное, сидят за компьютером, где-то еще где-то. Странно, что детские спортивные школы, те юноши и дети, которые играют, они тоже не ходят на футбол. Нет мотивации. То есть, представьте, я фишу такую. Сегодня в Камчатке прилетел, допустим, Магадан хотя бы. В рамках чемпионата России, любительского или первая лига чемпионата России, в Магадан прилетел с Камчатки. Будут ли зрители? Я думаю, что будут. Мини-футбол – это как раз то, где можно, допустим, малой кровью, относительно малой кровью создать профессиональную команду и в более-менее короткие сроки добиться каких-то результатов. По крайней мере, успеть еще, может быть, возродить вот эту вот культуру боления. Вот я, допустим, ездил в Хабаровск, да, еще давно еще там. Это был, по-моему, 2007 год. Хоккейная команда «Амур» еще не так давно там существовала. Мы приезжали туда на соревнования. И за два дня до того, как должен был играть «Амур», да, к ним там приезжал, например, там «Акбарс», уже за два дня до этого на остановках, в магазинах, я не знаю, на улицах, просто на тротуарах, возле подъездов на скамейках все разговаривали уже, были в предчувствии этого матча. А Павловску не хватает такого, правильно? Конечно, конечно. У нас все разрозненные. Вот нету такого чего-то общего, что раз Камчатка сегодня играет там с Ростовом-на-Дону, ну, собрался полный стадион. Да у нас стадионов-то здесь нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну чё как первый тайм напряженно а вот подают центр они бегут никто не будет с полями на камчатке напряженка вот это искусственное поле единственное полноразмерное на весь камчатский край это появилась она совсем недавно поэтому чемпионат 11 на 11 вообще не проводился играли только в мини-футбол моя мечта как бы этот турнир памяти Алексея Трифилова весной и он у нас ежегодный провести с участием приезжей команды шок 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 которые у нас тут, дороги строят, асфальт, у них там асфальт, это бетонный завод, техника кладут в дороги, они меньше получается вот на Мильково туда и здесь по городу, ну там. Остальные все команды просто сами по себе. На свой счет играют, да. Ну 200 рублей в среднем, 250-200, как бы тоже там половина студентов, некоторые не работают там 200, здесь 200, тренировка 200, 600 рублей только вот на то, чтобы поиграть, не считая там формы, кеды. В неделю? Да, не считая кеды, формы, плюс. А это большие деньги? Ну для некоторых, для кого-то может не деньги, а для кого-то, ну, почему вот он должен платить, если федерация может просто подсуетиться и ту же аренду поля, допустим, спонсора кого-нибудь найти, да, проводить. Не просто там турнир какой-то, да. Федерация города или края? Турнир, я не знаю, там, имени адвоката там Гусева, пускай вот Гусев даст денег, и все. Просто нужно пойти и найти, как бы, эти деньги. Мы искали, находили, того 20, там 30, вот так и хоп, здесь насобирали. Вот уже аренда поля. А сейчас кто ее руководит? Городской? Да. Никто. То есть она просто как юрлицо существует, а по факту деятельность свою не ведет. После того какой прекратили, да? Ну, просто да, у нас, просто нет времени, это, во-первых, как бы, мало того, что ты выходные проводишь, проводя турнир, и плюс еще все организационные моменты в середине недели, то есть, а с семьей когда будет? Нет. Городской федерации. Вот, речка сейчас будет, большая ручка. На рыбалку ездить? Ну, так. Какая рыбалка? Футбол игра. Так вон можно было поехать на речку. Так вон можно было поехать на речку. Ха-ха-ха. Всё устırあ! Пос экспериментам и ручку. Ну, ну-ну. На рыбалке? Тностью не может повиняться, Я вонを беру к wowенному мусорму, иначе, чтобы, так раньше мы становимся очень хорошо. Продолжение следует...